Снимайте и снимайте на 22 диафрагму. Никак. Либо на читовочном и сорок, ну фигня получит. Просто берете телщину, сгибаете, так сказать, глубину резкости и снимаете совершенно спокойно такой вариант. Увидите все эмоции всех родителей на свадьбе одновременно. Но даже очень ценят такие кадры. Или кадры, когда там невеста на заднем плане у каких-то эмоций. Здесь мама стоит, у нее тоже эмоции. Между ними метры и метры, а вы снимаете на широко открытые диафрагмы, но они в резкости. В этом плане ставить канонский фильм на Олимпус. Это просто большой паспорт. Такие специализированные дети. Ну, как бы, в принципе, на льду, все, в последний пункт, камера занята, это то, что я надеюсь, ближайшие поколения камер будут исправлены. Сейчас есть такая проблема, это беззеркалка. У них третий устроен процессор. Бывает, что когда камера сбрасывает серию из буфера, в этот момент вы не можете найти в нюль поднять параметр. Лечься просто. С современными беззеркалками, это главное стоит. Нужно использовать максимально быстрые карты памяти. Если зеркалка использует карты памяти ЮЧС-2, поддерживает карта памяти ЮЧС-2, ставьте туда ЮЧС-2. Да, эти флешки дороже, но с ними камера раскрывается. Если вы поставите тут мегалину флешку, который снимает там, ну, который записывает 25 мегабайт в секунду, у вас тут ощущение, что это, грубо говоря, любительская камера. Она совершенно нескольких любительская. Медель, справа, смедель, заходите в нее и так далее. Ставите быструю флешку, которую нам нужно с антиском, 200, там, 95 мегабайт в секунду, 295 мегабайт в секунду в СД-шке. И камера превышает внезапно профессионально. Что мы сделали, просто у меня не вложили. Поэтому вот этот момент тоже надо учить. Просто свою технику надо знать. Как-то читайте инструкции, смотрите, говорю, я говорю, о Ютубе, и изучайте, что техника может быть. Из вот этих маленьких камер можно выжать, просто разлить немного результата. Использовать их, вот, как я, собственно, подсказал и показал на любых видеокамерах. Окей, если есть какие-то вопросы, буду рад ответить. Друзья, да, поднимайте руки, сейчас подождем микрофона и озвучивайте свой вопрос. Сравнение основных, как они, как они, с лейка. Сравнение основных, то есть, что лучше, что хуже. Вот, понимаете, этому вопросу посвящены целые сайты. Надо понимать, лейка. Это камеры для тех, кто не хочет, чтобы вы перепутали с фотоками. То есть, когда вы приходите на светские мероприятия, к примеру, там, из 90, если вы приходите с кэноном отношениями, если вы приходите с лейкой, на вас смотрят, да, известный человек, увлекается фотографией, может поснимать. То есть, у меня есть такой бренд. С точки зрения картинок, там, с детства никаких. Это просто бренд. Не самый удобный, не самый эргономичный, не самый лучший картинка, не самый широкий. Это просто, вот, ну, не знаю, бэк. Ростовый, вот, где-то в этих ключах. Вучики, сонный, олимпус. Ну, я люблю это, реально, целый сайт. Я для себя выбрал именно в качестве основной коммерческой системы олимпус. Потому что маленький, потому что стабилизатор. Потому что я могу снять на него, что угодно, включать самые чудовищные условия. Как по погоде, так и по сфере. Вучики, классный цвет. Все здорово. Хорошее разрешение, хорошая лентализация. Минус, вот, на небаевских матрицах, Lightroom очень долго обрабатывать. В репортажке мне это не подходит. Я не хочу, чтобы мой Lightroom тратил в разы больше времени на обработку этих фотографий. Я не хочу для этого времени. Мне, как бы, не важно. А цвет, я все равно выгляду. Презент, и тогда я, либо камера, могу уравнять цвет. Так или иначе. Но, вот, Sony, окей. Сильнее все дети, фунтфрейм. Вот, кропы, их для профессиональных использований, я не готов не передавать. Не 6300, не 6500 даже. Фунтфрейм хорош. Когда вам нужно много детализации одним кадром, надо понимать, что 24-700 имеет вот такие размеры, а 72-100 вот такие. Ну, то есть, я говорю, 28-300 вот такого размера будет даже лучше. Это если кратко. Температурный режим. Ну, вот, у меня друзья летали на крайний север, снимали там, либо ДВ-ролики, там было под минус 50, камеры были прекрасные. В Финляне минус 30, вот даже снимал. То есть, совершенно спокойно выдержит. Ну, да, аккумуляторы приводятся меня чаще, но аккумуляторы могут сделать, как колодки или масло в автомобиле, это расходный диапазон. Это зависит от того, насколько он у тебя новый. Ну, то есть, если он у тебя служит год, он начнет потихоньку наморозить. Ну, как у айфон, знаете, было там, год назад классно, через год уходишь на мороз, а айфон в руке выключается. Значит, пришло время поменять аккумулятор и купить новый айфон. Вот, как мы все точно. Пожалуйста, еще вопрос. Что, несколько слов, пожалуйста, по поводу автофокуса. Ну, понятно, что на единочке там все то бывает, на второй этаже хорошо работает. А что нужно сказать по поводу пятерки, десятки? Значит, по поводу пятерки, десятки. У меня абсолютно политетен, в плане автофокуса, они немножко отличаются по скорости. Мне чем эта система, да, вот просто отвечаем на вопрос, далось 150 миллиметров, 135 миллиметров. Даже если мы с ним пленный, как бы там, вот. По поводу автофокуса, все очень просто. У этих камер, особенно у предыдущего поколения, когда используется контрастный способ, он чем интересен? Если контраст есть, он наводится. Если у маленьких хит, многие на нем проказываются. То есть, если у камеры предыдущий кадр не досвечен, она может хуже двориться на фокусе. Но если в кромешной тьме, когда вот здесь будущий свет, вот закрыт вот все эти окна, тогда бы кромешных маму, человек просто тускнул светит на себя смартфоном, но камер будет, кадр будет нормально испанирован, она наведется. Зеркалка в этом случае скажет и все. То есть, в этом плане, у меня по автофокусу нет наникания на стол совсем. Ни в следящих, ни в покадрах. Находится в ситуациях, я просто очень много снимаю, в основном в бэкстейджинге, съемок фильмов, съемок клипов и так далее. Когда люди сидят реально в полной тематете, там что происходит, снимают, они смотрят в мониторы, они слишком яркие, их нужно снять. Вот в этих ситуациях, они просто отрабатывают отличную. Они просто отрабатывают отличную. Маленькая реманка. Вопрос о разнице между разными камерами. Не всегда гибридная фокусировка, и контраст с фокусировкой у разных производителей. Работает аутентично, даже не всегда. Он никогда не был аутентичный. Маленькая, что в этом плане очень правильный алгоритм. Прошел встать еще раз. Здравствуйте, Станислав. Какая лучшая объектива для десятки пейзажной съемки? Для десятки пейзажной съемки? Да, по времени пейзажной съемки штука растяжимая. Обычно считают, что пейзажной съемки нужны широкоугольник. Но мне приходилось на пейзажах на 150 миллиметров, на 300 миллиметров. Зависит пейзаж. Скажем, очень огромная часть в городе. Поэтому, если говорить о, скажем, непрофессиональной пейзажной съемке, можно брать, что в городе, на 450. Последние 12-100, которые эквивалент 24-200, в этом плане и резкий, и с хроматикой все хорошо, и вообще, что надо двигаться. Если уже не начинается какая-то специфика, там под задачей вот до фишаря, зависит на пейзаж, то есть какие-то пейзажи с озером и перед планом как участникник снимает, я могу решать. Друзья, спасибо. У нас, к сожалению, кончилось время. От всех плюсов и небольших минусов, которые я, в принципе, даже не услышал, рассказал Станислав Васильев. Спасибо. Аплодисменты.